Всем доброго дня! Это Гелиос Сар и География просто. Учебник География России. Природа, население, хозяйство. 8 класс. За авторством Дронова, Бариновый, Ром. Серия «Вертикаль» УМК Дронов. Часть 2. Природа России. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Параграф 9. Геологическая история и геологическое строение территории России. Вспомните, что такое земная кора и каково ее строение. Земная кора – это самая тонкая, самая верхняя оболочка Земли. То есть внутри ядро, потом мантия аж двух видов и на самом верху земная кора. Именно на этой самой земной коре мы все с вами и живем. Толщина земной коры различается. На континентах ее толщина от где-то 30 до 80 километров. В горах, например, может быть такая толщина. В свою очередь над океанами толщина не превышает 10 километров. Там неизвестно, насколько точно там толстая земная кора. Предполагается, что от 5 до 10 километров. Строение земной коры различно под океанами и на суше. Под океанами всего два слоя этой самой земной коры. То есть она там двухслойная получается. Базальтовый и гранитный слои. Вернее, базальтовый и осадочный слои. В то время как на суше присутствуют базальтовый, гранитный и опять-таки осадочный слои. В чем различие континентальной и океанической земной коры? В толщине и как раз-таки в своем составе. В океанической она более тонкая и там нету гранита, как правило. Каково различие горных пород по происхождению? Горные породы имеют, они различают, то есть их три вида существуют. Это магматические горные породы, осадочные горные породы и метаморфические горные породы. Как горы различаются по высоте? То есть низкие это до 1000 метров высоты, средние от 1000 до 2000 метров высоты и высокие более 3000 метров высоты. Какие процессы приводят к образованию гор? Ну, по сути дела это процесс горообразования. Как правило, горы образуются в зоне различного вулканизма, то есть вулканы выливают из себя лаву, лава застывает, гора растет. Это уже процесс горообразования. Второе, это зона столкновения литосферных плит. Там тоже образуются горы, потому что одна плита уходит вниз, вторая идет наверх. При этом существуют зоны, где литосферные плиты движутся продольно друг против друга, то есть они не сталкиваются, а просто двигаются вдоль друг друга. И там, как правило, какие-то горы могут быть, а могут и не быть. А есть зоны, где литосферные плиты расходятся. В таких зонах образуются трещины и расщелины, но не горы. Что такое равнины? Это участки суши с очень малым перепадом высот. То есть в горах перепад высот может достигать километра, на равнинах перепад высот не должен превышать даже и 100 метров. Назовите виды равнин. Ну, по сути дела, выделяют равнины платформенных и горных областей. И существуют виды равнин. Это низменности, возвышенности и плоскогорья. Земная кора в пределах современной России формировалась на протяжении длительного времени в результате разнообразных геологических процессов. Поэтому ее части различаются, во-первых, по строению, составу и залеганию горных пород, во-вторых, по возрасту и истории развития. По особенностям строения выделяются подвижные и относительно устойчивые участки земной коры. На подвижных участках располагаются горные сооружения. Они сложены смятыми в складки горными породами, разделенными расколами на отдельные блоки. Эти блоки движутся в разных направлениях с различной скоростью. В результате этих движений образуются горные хребты и разделяющие их впадины. Интенсивное движение земной коры часто сопровождается землетрясениями. Большую часть территории России занимают устойчивые участки земной коры. Платформы. Восточноевропейская, западносибирская и сибирская. Платформы имеют двухъярусное строение. Нижняя их часть – фундамент. Это остатки разрушившихся горных систем, существовавших ранее на месте современных платформ. Поэтому он состоит из смятых в складке горных пород. Поверх фундамента залегают рыхлые осадочные породы. Осадочный чехол. Эти породы образовались при разрушении гор и медленном опускании фундамента, когда он заливался водами морей. В некоторых частях платформ осадочный чехол отсутствует. Такие участки платформ называются щитами. От себя добавлю, что на щитах чаще всего добывают огромное количество различных полезных ископаемых. Потому что именно в этих самых щитах, то есть на выходах древних платформ, находится самый большой объем различных полезных ископаемых. У России самые известные щиты – это находятся в Карелии, на Кольском полуострове. Именно там, собственно говоря, присутствуют вот эти выходы платформ. Горные породы складчатых поясов и платформ имеют разный возраст, так как они формировались на протяжении длительного времени. Важнейшие этапы геологической истории территории России и возраст пород, слагающих земную кору, отражены в геохронологической таблице. Ее можно посмотреть в приложении. Вся геологическая история Земли делится на пять крупных временных отрезков. Эр – так называемые временные эры. Название каждой эры дано в соответствии с характерным для нее типом жизни. Архейская – самая древняя. Протерозойская – самая ранняя жизнь в океанах. Палеозойская – древняя жизнь. Мезозойская – средняя жизнь. Кайнозойская – новая жизнь. Мы с вами живем в Кайнозойской эре. Продолжительность эр сильно различается. В свою очередь эры подразделяются на меньшие отрезки времени – периоды. Названия периодов чаще всего происходят или от названия тех местностей, где впервые были детально изучены сформировавшиеся в тот период горные породы, или от названия самих пород. Возраст и время образования отдельных горных пород можно определять по-разному. Если первоначальное залегание пород не нарушило последующие геологические процессы, то слои, которые лежат выше, моложе тех, что расположены внизу, помогают определить возраст горных пород и ископаемые остатки растений и животных. Чем сложнее устроены организмы, тем они моложе. Оба этих способа позволяют оценить относительный возраст горных пород. Ну, относительность, то есть означает, что плюс-минус 10-20 миллионов лет. Абсолютный возраст горных пород научились определять лишь в 20 веке. Для этого оценивают процесс распада радиоактивных элементов, которые содержатся в горных породах. Процесс распада идет с постоянной скоростью и не зависит от внешних условий. Поэтому по соотношению содержания в горной породе радиоактивного элемента и продуктов его распада можно установить абсолютный возраст горной породы в десятках и сотнях тысяч лет. В принципе, определенный какой-то набор радиоактивных элементов, он присутствует практически в любом абсолютно организме. Просто, как правило, любые вещества, организмы, они приспособлены к определенному количеству этих самых элементов. Поэтому даже внутри человека есть какие-то подобные вещества. В костях, например, они присутствуют. Разный возраст имеет и сама земная кора, состоящая из разнообразных осадочных, магматических и метаморфических горных пород. Время возникновения участков земной коры показано цветом на тектонических картах. Самые древние участки земной коры на территории России – Восточноевропейская и Сибирская платформы. Их фундамент образован в Докембрии более полутора миллиардов лет назад. В конце Протерозоя, начале Палеозоя, а это от миллиарда до 550 миллионов лет назад, произошла Байкальская сквачатость. В Палеозое сквачатости были две – Калидонская от 550 до 400 миллионов лет назад и Герцинская, от 400 до 210 миллионов лет назад. В Мезозое была Мезозойская сквачатость. Около 100 миллионов лет назад началась последняя Кайнозойская или Альпийская сквачатость, которая продолжается до нашего времени. В результате каждой сквачатости происходило возникновение новой континентальной коры и формировались сквачатые горные пояса, окаймляющие и соединяющие Восточноевропейскую и Сибирскую платформы. Крупнейшие пояса протягиваются через территорию России – Урало-Монгольский, Альпийско-Гималайский, Средиземноморский, также часть Тихоокеанского пояса. Образование сквачатых поясов связано со столкновением литосферных плит и сминанием складки горных пород, накопившихся на их окраинах. Процессы образования складок сопровождаются магматизмом, метаморфизмом и землетрясениями. Каинозойские, Альпийские горы формируются в результате взаимодействия современных литосферных плит. На земной коре Каинозойского возраста и в настоящее время располагаются горы. Сквачатые поясами Зозойского и Палеозойского возраста располагаются на границах древних литосферных плит. Их количество, размеры и форма неоднократно менялись на протяжении геологической истории Земли. Многие из них позднее были разрушены. На их месте образовались молодые платформы, крупнейшие из которых Западно-Сибирская. Но некоторые области Палеозойской и Мезозойской складчатости из-за активных движений земной коры вновь стали горными сооружениями. К примеру, в зоне Байкала, где, казалось бы, находится одна из древнейших в России складчатостей, в настоящий момент вновь начались процессы горообразования. Поэтому, с одной стороны, в районе Байкала и окрестностях там древнейшие горные породы, в которых опять идет процесс горообразования. Вопросы и задания. Сравните физико-географическую и тектаническую карты. Какие закономерности в размещении форм рельефа вы заметили? Очень просто. Сразу видно, что по зоне столкновения, то есть по тектанической карте, где видны зоны границ литосферных плит, сразу же видно, что чаще всего там будут находиться различные зоны складчатости, то есть различные горы и тому подобные объекты. По рисунку 14-ти эфирической карты в атласе назовите горы, располагающиеся в областях Герцинской и Калидонской складчатости. Что ж, к Герцинской и Калидонской складчатостям в данном случае, конкретно к Калидонской относится Западный Саян и Горный Алтай, а к Герцинской складчатости относятся Урал, Рудный Алтай. По рисунку 14 определите литосферные плиты, лежащие в основе территории Евразии. В основе Евразии лежат Евразийская, Аравийская литосферные плиты и литосферная плита Индостана, но она связана с Австралией. Столкновение каких плит привело к возникновению? Кавказа. Кавказы – это результат столкновения Евразийской плиты и Африкано-Аравийской. Камчатки – это Сахалин, Курильские острова, в результате столкновения Евразийской плиты с Тихоокеанской.